Визитная карточка практически каждого российского сада – помидоры. Я помидорами занимаюсь 14 лет. Сначала это был отцовский участок. Это моя самая любимая культура. Я испытал 500 сортов помидоров. В 2013 году в сотрудничестве с известным и успешным селекционером томатов, кандидатам наук Любовью Мязиной сады России испытали коллекцию новых сортов. Несмотря на запоздалую посадку и неласковое уральское лето, результаты оказались настолько поразительны, что серию назвали супер-помидорами. Я считаю, что так называемые наши супер-помидоры. Я просто считаю, что равным их, заявляя с полной ответственностью, как человек, который знает, о чем говорит, что таких нету. Мощные, невысокие кусты, потрясающая урожайность, примерно в полтора-два раза больше обычного, и абсолютная неприхотливость этих чудо-томатов удивили даже специалистов. Смотришь, и душа радуется, честно говоря. Просто я такой картины уже очень-очень давно не видел. Это праздник, потому что здесь только посадили, подвязали и полили. Все, химии просто никакой. Конечно, у меня есть ли помидоров, есть и любимчики, соответственно. Это вот у нас гибрид-снегопад. Во-первых, он очень вкусный, он фантастически урожайный. И еще у него такое великолепное качество, он может храниться, уже будучи снятым, до двух месяцев. В этом году случилось эпохальное событие в Челябинске. Упал метеорит, который произвел фурор, солидный разрушение, но больше, конечно, даже фурора, наверное. И мы решили новейший гибрид назвать именно Челябинский метеорит. Вот он будет выглядеть именно так, вот никаким другим образом. Очень урожайный, очень красивый, очень вкусный. Я думаю, что садоводам общего-то всей страны этот новый гибрид очень понравится. Моя супруга Надежда Олеговна помидорами занимается с 1978 года. Вот. И в этом году у нее юбилей, поэтому мы решили новейший гибрид назвать Озеро Надежда Олеговна, Озеро Надежды. И вот посмотрите, какой великолепный, шикарный гибрид. Я вот сейчас один даже срежу. Вот. Вот такой розово-красивого розового цвета, насыщенного, очень мясистый, очень такой полнотелый, я бы сказал, помидор, то есть который может украсить любой стол. И одна гроздь тоже даст хороший салат на любом семейном столе. Вот это вот один из новейших сортов, перцевидный желтый. Великолепный сорт, как вы видите, очень урожайный. Кисть следует за кистью, наливается. Ну вот и даже с тем, что поднимается наверх, наоборот, помидоры становятся не мельче, а крупнее. Это очень интересная особенность этого сорта. Он идет, значит, множественное применение, в том числе на цельноплодное консервирование. Плоды сохраняются красивыми и очень вкусными. Этот сорт интересен тем, что он напоминает по своему внешнему виду перец. И название даже совершенно характерное, такой это перцевидный желтый. Очень интересной формы и очень урожайной, как видите. Вот такой урожайности просто, значит, еле-еле удерживает веревка, потому что только если не было веревки, он, конечно, бы рухнул просто на землю, потому что здесь несколько килограммов помидоров висит на нем. Ценность новой коллекции в том, что им нипочем холодное и дождливое лето. Эти сорта великолепно чувствуют себя и в открытом грунте. А всем садоводам известно, что грунтовые помидоры всегда вкуснее. Эти чудо-томаты не нужно посынковать и можно даже не подвязывать. И еще одна важная особенность этих сортов – высокая устойчивость к фитофторе. Мне хочется дать нашим садоводам лучшее, чтобы это было действительно выдающееся по вкусу, по урожайности, по размеру, по красоте. В момент, когда нужно было сажать 300 кустов помидоров, он уходит. Люди хотят посадить красивые декоративные культуры, кустарники, цветы. Не садить 300 кустов, посадить 30 кустов. Это вполне будет достаточно. У нас вот такая тенденция сейчас во всем, чтобы садовод вышел, все время можно было что-то сорвать и положить в рот. Новинки у нас появляются практически каждый год и часто очень интересные. Я сам люблю помидоры и хочу всех своих заказчиков заразить вот этой вот любовью к этой прекрасной культуре, которая еще не все свои секреты открыла, далеко не все. КОНЕЦ КОНЕЦ